Перед началом данного видеоролика хочу вам порекомендовать замечательный проект под названием Мегамайн. Ребята, заходите, играйте вместе со мной, проект очень улётный, проект очень классный, и сервер работает на версии 0.16x. IP-порт есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, у меня будет мега-дуэль, потому что я буду драться против сотого левела. Я надеюсь, что удача будет на моей стороне, и я всё-таки смогу одержать победу. Ну что, ребята, погнали! У нашего противника Ник Каратель, это мой хороший друг, и, кажется, ребята, он играет довольно-таки неплохо, если у него уже сотый левел. Также я, конечно же, вам покажу скриншот, потому что, мало ли, вы подумаете, мол, Кент, Кент, ты меня разводишь, и так далее. Поэтому, ребята, конечно же, будет скриншот. Мать моя женщина! Вы серьёзно? Ну вы это просто видели? Ничего себе! Пипец! Ну как так можно играть? Не, ребята, я вроде не полный нуб, да, конечно, я нуба с дно и так далее. Ну вы часто это пишите в комментариях, но, ребята, всё-таки играть в блокстрайке умею. И играю довольно-таки неплохо, но всё-таки он меня всё равно убивает. Что-то это неладное. Так, 1-0 в его сторону. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, и разу по нём не попал. Вот это я нуб, конечно. Так, ну погнали. Эй! Так, попал, попадай, попадай, ништяк. Аллилуйя, ребята, я его убил. 1-1. Играем до 10 раундов. И надеюсь, что удача будет на моей стороне, и я одержу победу. Я же второй раз это повторяю, но потому что, ребята, противник действительно очень сильный. И тем более сотый левел, это вам не шуточки. К примеру, у меня 21-й, чтобы вы знали. Вот это он быстро! Ничего себе! У него мало хп, я по нему попал, по-любому. Давай-давай, кентуха, ты сможешь! Вот это я раздал! Ну ничего себе! Вот это кент скилловый, да? Думали, что кент нуб. Но это ему просто в первом раунде повезло, и всё. А теперь кент и пока знают, кто тут главный на районе. Я, ребята, знаете что? Давайте так, если мы наберём много лайков, то я сниму тоже пвп, только, внимание, первый левел против сотого левела. Будет много лайков, окей, ребята, следующее видео, ожидайте именно такое. Опять снигла убил! Слушай, он какой-то супер скилловый. Каратель, ну... Вот хитрец, да? Я, ребята, уже привык к моему новому телефону, поэтому меня убить крайне тяжело. Скажу вам так, что я далеко не нуб. Вот на старом телефоне, да, я нубил и так далее, но на этом телефоне я батька 228. Ну, ах ты хитрец-то, да? О, ух ты! Ну, почему? За что? А что у меня за оружие-то было? Так, ладно, Кент, спокойно, всё хорошо. Самое обидное, что даже не знаю, сколько у него было хп. Ребята, 2-3, я проигрываю. Надо мне как-то срочно его убить, потому что, ну, это не по-пацански. Меня как ребёнка убивают. Опять убил! Ну, ничего себе! Каратель! У него ещё и керамбит, ой, ну, хвостун вообще. Так, давайте ещё раз. Счёт, ребята, далеко не ладное. Не по-пацански это. Ну что, Кентух, давай, ты сможешь, я в тебя верю. Может, мне оружие поменять или ещё что-то. Так, его тут нет. Ммм, интересно, а где он? Ммм, он там за ящиком. Ну, слушай, ну это вообще уже некрасиво за ящиком прятаться от Кента. У него явно крайне мало ХП. Ну, куда ты бегаешь? Внучок! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не! Блин, счёт, ребят, как-то я неправильно стреляю, мне так кажется, да? Как-то... Я вряд ли так кого-то вообще смогу убить. Опа-па! Неплохо, неплохо. 3-4. У меня ещё есть шансы. Потому что, как только я к нему заходил, я понимал, ребята, что это 99,9% что меня убьют. Но всё-таки смотрю, что, в принципе, шансы то, что я тоже, скажу так, не буду пасти задних, у меня неплохие. Как он резко! Ничего себе! Блин, если бы не моя реакция, то мне было бы крайне плохо. 4-4. Ещё осталось 6 раундов, и мы узнаем, кто сильнее. Ну, 6 раундов подряд не выиграть, имеется в виду. Такс, такс, такс. Ну... Ты, главное, никуда не уходи. Вот ты хитрец! Взял АВП. Вот хитрец. Ну, ладно, хорошо. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Окей, окей. Оружие. Так, что же у меня такого есть интересного? Аух, брать не буду. Чё бы мне взять такое, чтобы его нагнуть, как ребёнка? Галил. Ну, давайте Галил, конечно, его... Ладно. Не, Галил ещё нормальное оружие. Ладно, давайте, ребят, возьмём Галил. Но Галил уже у меня будет в следующем раунде. Пока что у меня просто АК. Какая напряжённая битва, да? Никто не ожидал такого поворота событий. В принципе, АК-47 тоже-таки неплохое оружие. Потому что при помощи этого оружия я его уже пять раз подряд убил. Хоть он сотый левел, у него гораздо больше опыт. Он гораздо лучше, чем я, играет. Ну что, окей, Галил. Галил, надеюсь, ты мне не подкачаешь. Потому что, помню, у меня был видеоролик, что лучше АК или Галил. Ну, давайте, ребята, буду надеяться на то, что Галил нормальное оружие. Ничего себе! Да это ненормальное оружие. Это вообще имба. Вот это я. Вот это красавчик, да? Осталось четыре раунда. И победа на нашей стороне. О, неужели он где-то заныкался? Ой, ну слушай, ну это вообще некрасиво с этой стороны. Ой-ой-ой-ой. Ну что, давайте вперёд штурмовать. Знаете, что мне кажется самым неприятным? То, что постоянно штурмую именно я, а не он. Ну, почти всегда. О, нет-нет, у меня перезарядка. Вот это я раздал. Семь-пять. Учись, сынок. Папка тут на районе. Папка на районе. Ладно, погнали, погнали. Слушайте, Галил это имба. Я прям после этой каточки полюбил Галил. Вот знаете, что мне нравится? То, что тут сорок пять патронов. Вот из-за этого я Галил просто обожаю. А вот это уже был неждан. Это был не просто неждан, это был неждан в квадрате. Каратель тоже взял Галил и меня нагнул. Слушай, ну я не ожидал, не ожидал. Красавчик, чё сказать. Так. Но я вам скажу так, что каратель тоже далеко не нуб. Знаете, почему он берёт диггл? Потому что с дигглом он не убьёт с одного патрона. О, ну всё. Давай, до свидания. 8-6. Кентуха нагибает. Да, да. Не удивляйтесь, это кент АПК. Ну чё, давайте ещё два раунда, я уже пойду рендерить видео. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, потому что вы видите, что я ради вас стараюсь выпускать два ролика в день. Пожалуйста, ребята, поставьте просто лайк. Я думаю, что вам будет не сложно, но мне будет очень приятно. О, вот ты хитрец. 20 патронов. Ну-ну. 9-6. Ребята, последний раунд. Ну, я думаю, вы понимаете, кто тут победит. Ребята, я вам скажу так, что он не поддаётся. Не надо писать. Я уже, знаете что? Я прям как Ванга вижу комментарии. Кент, у тебя лучше оружия. Кент, он тебе поддаётся. Ребят, никто никому не поддаётся. Самые настоящие ПВП. Скрины в начале моего видео я вам уже показал, что это по-настоящему сотый левел. Давай, Кент, Кент. Последний раунд, Кент, не проиграй. О май, Гарри был Джоман. А вот этого же, ребята, мне не нравится, потому что я не хочу проигрывать. Нет, только победа, только вперёд. Кент, давай. Я верю в тебя, братан. Давай, давай. Мне прям страшно становится выглядывать с этой коробки. Так, его тут нет. Это хорошо. Ух, как мне страшно. Вот ты хитрец-то какой. Так, ребят, перезарядочка. И вперёд его штурмовать. Ну, куда ты убегаешь? Ну, слушай, ты со мной так интересно играть? О май, Гад. Ребята, 9-9. Нет, только не это. Блин. Я не хочу проиграть. Но я уже прям почувствовал запах победы. Нет, 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 не надо. Ой-ой-ой. Блин, как я не люблю такие моменты. Ух. А вот это уже релижёстко. А! Вот это поворот. Вот это жесть. Ладно, давайте я тут подожду. Почему я постоянно должен его штурмовать? Пусть он меня хоть один раз штурманёт. Ребята! 10-9! Фух. Блин, вот это потная гаточка. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Если будет много лайков, то, ребята, будет пвп первый левел против сотого левела. И всё, ребята, победа на моей стороне. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.